О таинственном Бермудском треугольнике знают, пожалуй, все. Например, недавно обнаружили дрейфовавший без команды ржавый пароход, оказавшийся американским торговым судном, бесследно исчезнувшим в декабре 1926 года в районе Бермудского треугольника. Но на самом деле таинственных мест на планете гораздо больше. О них мы сегодня и расскажем. Поехали! Море Дьявола или Треугольник Дракона – область в Тихом океане, в которой постоянно происходят не менее странные события, чем в Бермудском треугольнике. Море Дьявола, расположенное на побережье Японии, было местом бесчисленных необъяснимых явлений, в том числе магнитных аномалий, необъяснимых огней и объектов, а также загадочных исчезновений. Данное место считается опасным даже официальными японскими властями. Одна из историй гласит, что в 1952 году японское правительство послало исследовательское судно Кайо Мару номер 5, чтобы исследовать тайны моря Дьявола. Больше это судно и его экипаж, в составе которого был 31 человек, никогда не видели. Чёртово кладбище. Расположено в Красноярском крае, недалеко от деревни Карамышево. Ходят слухи, что эта аномалия возникла после падения Тунгусского метеорита. Сначала в земле появилось отверстие, позже на этом месте стали гибнуть животные. Причём в таком количестве, что вся окрестная поляна была завалена костями. На Чёртовом кладбище побывало немало исследователей. Описания места у всех были схожи. Небольшая поляна, покрытая чёрными обугленными деревьями. При приближении к Чёртовому кладбищу, навигационные приборы начинают себя странно вести, а стрелка компаса меняет направление. По непроверенным данным, в районе аномалии погибло, как минимум 70 человек. Лощина Чёрного бамбука Одной из сильнейших аномальных зон в мире считают долину Хэйджу на юге Китая, название которой дословно переводится как Лощина Чёрного бамбука. За долгие годы в лощине при таинственных обстоятельствах бесследно пропало множество людей, тела которых так и не были найдены. Здесь довольно часто происходят страшные аварии и погибают люди. Так, в 1950 году в долине разбился самолёт по неизвестной причине. Никаких технических неполадок у судна не было, и экипаж не сообщал о бедствии. В том же году, согласно статистическим данным, в Лощине без вести пропало около 100 человек. Спустя 12 лет долина поглотила ещё столько же людей. Исчезла целая геолого-разведочная группа. Остров Барсакальмес. Бывший остров в Аральском море, ныне урочище в Аральском районе Казалардинской области Казахстана. В переводе с тюркских языков название означает «пойдёшь, не вернёшься». Об острове сложено большое количество легенд и преданий, в которых говорится о странных и малопонятных происшествиях, связанных с изменением нормального хода физического времени. Местные жители утверждают, что в прошлых веках беглецы, отсидевшись на острове всего несколько лет, попадали к своим постаревшим родным спустя десятилетия. Пропадали здесь и современные экспедиции. В одной из них люди, отойдя от берега, прогулялись всего полчаса в белом тумане. А вернувшись, с удивлением узнали, что отсутствовали сутки. Мичиганский треугольник. Это место, в котором происходит таинственное исчезновение судов и самолётов, находится в середине озера Мичиган. Самым известным случаем исчезновением является загадочная пропажа капитана Донора. 28 апреля 1937 года грузовое судно «Макфарланд» шло в порт Вашингтон. Путь судна пролегал через треугольник. Как гласит история, капитан Джордж Р. Донор устал и удалился в свою каюту, попросив второго помощника разбудить его, когда судно приблизится к месту назначения. Примерно три часа спустя, когда второй помощник пошёл будить капитана, он не нашёл Донора в его каюте. Экипаж обыскал весь корабль, но капитана так и не нашли. А на этом сегодня всё. И не забудьте подписаться. Моя мастерская. Твоё настроение.